Всем привет! Продолжаем мы проходить игру Rome Total War, мод македонская экспансия. Так, ну и продолжаем здесь кампанию за Юлиев. За наших Юлиев, римской фракции. Так, забыл я сделать... активировать скрипт. Всё. Теперь, значит, всё в порядке. Давайте нажимаем конец хода. Теперь нам, македонс, требует слегка одну тысячу контрибуций за прекращение. Да щас-ка прям. Македонс Ну, генералу нам дали, ну, ладно, не как ушло. Так, свадебные торжества, перемирие в действии. Так, ну что же, наборы войска, как всегда. Всё, идём по порядку. Так, в Гиргории так же продолжаем собирать армию. Нарбом Артусе и Берийце к нам забросили агента, и сразу же у нас здесь понизилась лояльность. Так, Русадир. Так, а зачем мы здесь делали армию, я не помню. Ну, ладно, давайте всё равно здесь будем набирать, сейчас мы куда-нибудь против Крахфагена бросим. Так, саморобриво. Тоже набираем войска, продолжаем. Так же, собираем войска в Гадрамете. Сейчас у нас тут построятся императорские дворец, и в принципе тоже можем делать уже притарианцев мы там. Ну, в выбирании, но здесь кто только, вспомогательные. Кстати, давайте лучников сделаем здесь. Нам здесь лучников не хватает. Так, Тифтабург. Здесь пехоту. По Тавии по-прежнему здесь веревствует эпидемия. Поэтому давайте перебучаемся. Так, а Визонти у нас что, перебучение что-ли просто было, или что? Войска вот никакие не наняты. Так, отлично, в цирке у нас нанялся генерал. Так же здесь собираем, значит, войска. И теперь постройки. Осадный инженер давайте в цирке. В Угдунами. Мощенные дороги строим Хромакса. В Нарбом Марсусе строим военные конюшни. Так, ну, в Буртикале давайте большие каменные стены. Ох ты, у нас 18 тысяч за минусом. Офигенная сумма. Так, ну что, давайте продвигаемся здесь на юге к Седому. Кокфагенская территория. Попробуем забурить туда агента нашего. Отлично. Здесь армия, в принципе, не как уж, но здесь нас преследует, поэтому, я думаю, быстренько мы его возьмем. Конечно, ну как быстренько, после сражения, тяжелого сражения. Так, выводим вот эту армию из циркты. Так, давайте выйдем по этой дороге, наверное, куда она ведет. А, здесь он делает поворот и, видимо, тоже ведет к Седому, да. Если что, мы сейчас здесь соединимся. Так, здесь у нас повстанцы на пути стоят. Давайте разобьем их, чтобы не мешались нам здесь. Ну, тем более, я думаю, здесь нам большой шоу труда это не составит. Так, давайте, значит. Вы давайте защитной позиции стойте. Ручников, наоборот, выбираем защитную позицию. Начинаем битву, смотрим, что там. Кто там. Так, они вот за этим леском повстанцы-мятежники. Вот они. Кто у них там, хоть, варварское ополчение. Ну, я не думаю, что это у нас очень много времени затратит. Даже давайте не всю армию, просто пять отрядов регионеров сейчас против них бросим. И кавалерию на фланг. Я, в принципе, думаю, должно вот этого всего хватить. Всё, ждём, когда наши войска выйдут на прямой контакт с врагом. Это у него кто? Ну, в общем, все отряды у него варварское ополчение. Приближаются наши пехотинцы тоже к врагу. Давайте-ка сразу поближе сюда, вот прям. Отбегают они, знают, чем всё это может сейчас закончиться. Так, обходим кавалерию их позицией. Так, здесь всё готово. Здесь они уже побежали. Командирский отряд решил лично принять участие в битве. Давайте его... Давайте покажем, что это ошибочное... Действие. А давайте, что бегите уже. Отлично, готово. Теперь давайте вот этих вот. Последний отрядик остался, который ещё не бежал. Ну, всё. В принципе, всё кончено. Сердца врагов наполнились страхом, и они обращались в пляс. Это на начальном этапе гометяжники ещё какую-то силу, как мы представляли. А сейчас, когда у нас прокачаны и более обучены современные солдаты, это для нас уже семечки. Гаста, это принцип, когда у нас бы ещё могли бы они нам что-нибудь сделать. Так, ну сколько у нас? 8 бойцов мы всего потеряли. Враги убиты все. 601. Всё, смяли мы здесь мятежников. Идём дальше. Так, давайте завершаем ход дальше. Идём дальше. Так, ну всё, здесь у нас эпидемия, кстати, закончилась в Паттаве. Слава богу, переболели. Слава богу, пережили. Но, правда, не все. Много солдат у нас скончалось. Жизнь продолжается. Сейчас мы наберём новых. Пополним старых. И, в принципе, жизнь-то продолжается. Не стоит на месте. Не стоит на месте. Он будет на месте. Ну да, я хотел, наверное, дурсадир бросить, я вот уже не помню, ведь надо не пересматривать свои видео, которые я записываю, чтобы, блин, хоть последовательно как-то всё это делать, потому что пока записываешь другие прохождения, как-то подзабываешься немного планы, которые я хотел исполнить. Так, в Тули-Суре всё у нас в полный комплект, в Тевтобурге тоже. Так, ну ладно, в Патаве у нас же всё переобучено. Патавийская группировка переобучена. Так, теперь строительство. Времени ирригацию делаем, в Патавии акведук, делаем городской водопровод, в Масилии строим Великий Цирк. Далее, в Аварикум, о, Аварикум вырос, императорский дворец, конечно же, строим императорский дворец. Наконец-то у нас и Аварикум уже вырос. Гиперегиус, давайте, большие каменные стены. Люблю я, как уже, я уже, наверное, упоминал, Великие Города, когда везде у нас, где можно нанимать элиту притарианскую. В Митилене строим Акведук. В Туриссуре Большой Храм Цереры. Так, в Фабиране строим Академию. И всё. Ух ты, Сегест у нас растёт. Тут посмотри, прям, как они взялись в росту-то все у нас города. Я, кстати, вот сколько раз играл от Сегеста, когда её захватываешь. Сначала-то она повстанческая, там уничтожает, населения там очень мало. И... Очень она медленно растёт. Бывает, что даже, блин, до конца игры, даже до Великого не вырастает. Бывает такой момент. Так, с финансами у нас становится, кстати, уже совсем плохо. Нам нужно срочно что-то захватывать. Давайте тоже сождаемся и дом. Кахфагенский. Так, ну и я думаю, на следующем ходу у нас могут, в принципе, атаковать, кахфагене они. Отсюда ведём ещё одну армию. Так, ну сколько они ходов, даже, даже если они не будут, то 5 ходов максимум продержатся. Городишко, этот сей дом, кстати, тоже городишко так себе. Не думаю, что мы здесь много получим от него прибыли. Так, подвигаемся. Ага. Подсветили мы импорий иберийский. Так, ну что наши степионы? Пока они двигаются, они как-то, я не знаю. Видимо, они думают, что они сделали всё для развития своей державы. Ну, не только своя, но вообще Рима. Для развития Римской империи. А хотя, смотрите-ка. На Анкира они здесь собираются. Я вот не пойму, почему все девки даже армии сколько не ведут? Тут вообще, посмотрите, пусто. Города пустые, где они все войска? Ну, тут с цепи он может, в принципе, голыми руками взять. Даже по три-четыре отряда на каждый город направить. И вполне можно захватить. Ну, хотя здесь тагемы. Тут он так легко не захватит. Ладно, давайте нажимаем конец хода. Тагемы. Так, не хотят нас, как в соединение, атаковать, да? Ладно, я думаю, давайте, наверное, штурмом, он седом. Потому что они не хотят, а мы это сделаем. Так, афлагене, кстати, тоже мы уже почти полностью накоплектовали нашу армию, осталось нам еще один отряд передвижных скопиончиков сделать. Нарбо Марциус, так, давайте собираем отряд кавалерии в Русадире, а давайте пока не будем, я не знаю пока куда эту армию девать, поэтому пока не будем мы здесь ее укомплектовывать. Когда цель у нас появится, ну, в принципе, там готовая армия-то у нас есть, гарнизончики есть, если с чего можем просто вывести и все. Так, 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 Батарий, значит, здесь стрибучаловка прошла, пополнение, в аварикуме тоже у нас стрибучение, прокачиваем мы постепенно наших солдат, так, в ризонте и публичные бани строим, давайте все в оборот, лукдунами храм Марса построить, ну и все, теперь ждем только, когда вырастет население до 6 тысяч. Танабуми строим порт, лимонами строим конюшни, Алерия расширяется. Да что ж ты будешь делать, все города у нас расширяются. Правда, прирост у них всего 0,5%, блин, вот это Алерия, кстати, тоже может до конца игры так и не выстрелить. Офигеть, уже 36 тысяч у нас на бусах. Так, ну все, давайте штурмовать. Начнем, давай, с вами вот этой вот Альми. 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 Позорянцы жалко тратить, потому что мы их не переобучим. У нас здесь огромный плюс армия, 1851 в одной, плюс подкрепление 3436. То есть это тысяч пять, в любом случае, пять с лишним. Столько-то рёмся от наших сил. Ладно, не будем суть нашего полководца, генерала. Так, а горсам легионеров включаем режим обороны и плюс режим стрельбы. Для кавалерии просто режим обороны. Так, и ученик надо включить режим обороны наоборот. Так, все, начинаем битву. Стараем стены. Так, лучников давайте подводим сюда. Пусть они атакуют пока мы будем рушить стены. Так, ну тут пришли сообщения, подошли к подкреплению. Пусть они атакуют. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Войдут такие установки, кажется, что тяжело толкает их. Всего получается 6 солдат. У нас, допустим, становится 6-то тяжело. Во-первых, здесь колеса. Здесь все пустота. Здесь доска не только. Тяжеловато, конечно, не наступит все равно. Сыночки тут всякие. Наши солдаты... Да, мне так понял, как сейчас... Эй, когда-то пошел к центру города? Наши солдаты уже пустят. Теперь они должны... Давайте, тогда подводим... Острани их солдат? сюда с пехотой мы справимся вполне так где у нас враг угу а это что такое вынкни и достроили что ли у них так ворота пробили хорошо сделались твою работу таран пробил ворота так все давайте заходим сюда на в 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 так вы давайте атакует этот отряд в в в в и в в Давайте, следующий отряд. Так, ну здесь мы один АТФ-пункт уничтожили, потому что мы где-то зажали, им некуда выбросать отсюда. Так, ну давайте, задача для остальных, бегите сюда сразу, в центру города, давайте их направим. Давайте сюда, вот эти немного вернулись, вернулись, то есть просто вернулись. Так, вы давайте, хватит, блин, халтурить, давайте остановитесь вот здесь вот, сейчас мы попытаемся запереть их, вот в этой улочке. Так, а у него куда, кстати, вот в этой улочке идёт выход? Вот здесь, да, ещё выход, получается, проход. Значит, давайте сюда вот. Хотя бы один отряд какой-нибудь, чтобы здесь запереть. И не дать прохода. Вы атакуете вот этих вот. Так, кстати, какой там уже, что-то наше непотечно. 35% врагов мы уже уничтожили. Опа, так они сбегают уже отсюда. Видимо, мы поняли о наших манёврах. В общем, давай все бегите теперь в центру. Теперь, я думаю, все основные события будут происходить именно там. Смелые вспомогательные копейщики бросили здесь на наших легионеров. Но понесли потери, убегают. Давайте за ними, к центру города сразу. Там встретимся все вместе. Так, вот это вот отряд. Вот давайте бегите. О, у нас тут уже один. Отряд регионеров почти дошел до центра города. Уже они здесь перемалывают карфагенские войска. Практически в одиночку. Ну, не практически, а в одиночку пытаются они сейчас взять из центра города. Давай сюда, сюда. Да блин. Бежать они бегут, но все равно они убегут к центру города. В любом случае, нам придется здесь биться в центре города с ними. И пока мы их всех не перелопать, он гордо мы не возьмем. Иссиривайте давление, чтобы склонить мужество всей армии. Иссиривайте давление, чтобы склонить мужество всей армии. Так, ну что, снова враг вернулся, давайте добиваемся отряд, здесь нужно добивать отряд за отрядом, потому что они все равно будут разгощаться. Так, 28 осталось, это командирского отряда. Знаете, мы сейчас раскатаем, тут у них осталось не так много, да и здесь тоже, ну что ополчение, что они нам сделают, вспомогательные, вспомогательные за ополчение. Ну и мы здесь, в принципе, никого толково не наймем, когда займем город. Так, потеря врага уже достиг 70%, у нас, кстати, потери совсем получаются минимальные, у нас даже 0% пишут, то есть даже мы процентов не потеряли от своего войска. Все, командир убит. Капитан Ахирам спал в битве. Жестокая сеча продолжается, жестокая сеча для Кахфагинян. Свежие силы погнали теперь на нас. В принципе, даже можно кавалерию теперь сюда прислать. Так, пока она добежит. В отчаянии, как пытается хоть что-то сделать. Но ничего не получается, не получится. У нас солдат палачей будут. Да нас ты больше. Блин, хотел, конечно, чтобы кавалерия наша со спины на них напала, но кавалеристы идут. Так же, как легионеры наши по этому пути, то есть будут сбить они в лоб, скорее всего. Если только здесь там бегут. Есть такой шанс. Ну, мало очень. Потому что здесь, в принципе, они здесь в игре как-то не то, чтобы, допустим, полегче, ну, самим как, не выгоднее. То есть, допустим, было бы вот так вот на шаревы атаковать, а ваши воины уже выбирали бы оптимальный путь. Нет, здесь такое не происходит. Здесь происходит то, что они выбирают как-то кратчайше что-ли-путь. Потому что смотрел. В принципе, чего проще? Да вот здесь немножко отбежать в здании. Это атаковать их. Но нет, они будут биться в лоб. Идти через легионеров, бить в лоб врага. Победа! Радуются наши солдаты. Сидон взят. Все враги убиты. 677 врагов погибли. Так, у нас сколько? Я думаю, мы даже 100 не потеряли. Да, меньше 100. Тут от силы сколько у нас? Ну, я не знаю. Ну, 70... Ну, кстати, можно легко подсчитать. 81, 50. То есть, 70 бойцов мы потеряли здесь ровно. Лычек нету. 80. Алистин. У нас неused. Торри. cuatro. Алистин. Торри. Торри. Торр. Потому что тут явно не поправишь это финансовое положение, сколько здесь, тысяч небольших нам всего дали, но лояльность как можно больше будет, больше. Так, дали нам тут завыполненные задания киевских наемников, вклады почему-то вот один отряд, но фиг с ним, мы не привередливые. Так, нажимаем, значит, седом, сразу же давайте здесь делаем построить, ой, блин, налогик не получится пока увеличить, ну ладно, со временем. Так, ну что, делаем конец хода, тогда еще мы успеваем конец хода нажать. Субтитры сделал DimaTorzok Сьеднанд там, кстати, дал задание снова блокировать порт Гарния. Так, массили и делаем притарианцев уже, блин, у нас денег тут тоской вообще не останется. Так, ну давайте, пока во всех годах-то не будем мы тогда уж. Придется нам снова затягивать потуже пояса. Хотя ладно, фиг с ним. Здесь все начнется до полную... Да что-то не она, где я хотел. До полную горду доведем и, в принципе, пока, если нам не нужно никуда-то не будем делать солдат больше. Так, в цифте. В цифте мы сделали, нам, в принципе, сейчас мы пока нужна будет. Наш бом Максиус. Спарти. Ну давайте лучников делать здесь у нас, пока больше нет никаких сливков-то. В Гадгамиде шестой отряд делаем кавалерии. В Гадгамиде шестой отряд делаем кавалерии. В Гадгамиде шестой отряд делаем кавалерии. Так, ну здесь даже перебучение просто. Ой, опять строительство. Мы сейчас еще больше уйдем в минуса. А то тем более городские казармы нам строить. Ух ё. Так, здесь армейские казармы. В Кейдонии строим военные конюшни. В Гадгамиде огромную каменную стену строим. В Гадгамиде огромную каменную стену строим. Вот у Атики строим кузницу. Сейчас проборки давайте Академию строим. Так, ну все дома на стеночке пока строится пускай. Самые богатые акции царских гидов. Смелоценные, да что такое-то блин. Вы заговорили что ли, гости все вместе? Так, блин. Таким темпом у нас через несколько ходов у нас казана уже будет нулевая. Академия. Да капитан. Академия. Академия. Да капитан. И попробуем блокировать мы этот порт. Снова. Так, ну и все на сегодня нашу серию завершаем. До новых встреч. Всем пока.